Чем вы там в Москве занимаетесь? Как обычно, деньги с жопой жрёте. Это, так говорят, такой адский адреналин, что пот можно утирать занавесками. Не мечите бисер перед свиньями. Свином в желудке жизнь гораздо приятней. Как у нас в север. Там, например, живут всякие моржи, которые можно убивать, и из них как её качать для свечей, светильников, и как лубрикант для недовольных. На Дальнем Севере. Дисциплинарная зубкость. Ориенталомания. Ориенталомания была, да. Когда им в Каково что-то из Японии присылали вместо оберточной бумаги, завернутая в гравюру Хакусая. Да. Что-то я такое помню. Покусая. Покусая. Вот. 36 видов. Фуль земли. Я любил. Покусай. Хорошая. Это правда. Два солдата из стройбата заменяют экскалатором. Королевская кровь. Все точно. Но... Годишься. 132 ребенка. Вот это я вот понимаю. Настоящий мужчина. Да. Здесь очень много детей полковника. Если говорить точно, то никого кроме детей полковника и вовсе нет. А ты что тут два года терять будешь? Как дура. Без подарка. Забадай меня, Али. Да. Забадай меня. Точно. И внезапно за ними раз оруженосец. За оруженосцем Паш. Паш по воду трех лошадей. И одного осла ведет. Любимого. Точно. И это все вот так вот навьючено всякими этими самыми ящиками. Кроме осла, конечно, и для этого. Красивая ишачка. Король изнывает подтягатами государственного управления. Ему же постоянно нужно бухать, трахать кого-то. Когда тут за всем уследишь? Почти как Николай второй в фильме. Матильда. Уйдите от меня со своими этими государственными делами. Мостами своими переправами и мурманскими. Не хочу. Не хочу. В итоге. Кот из дома. Мышью. Да. Я вам ваше мнение сейчас всем сообщу. Если оно мне будет интересно. Да. Я вам его скажу. Почему? А потому, что я могу. Да. Собственно, на этом все. Здесь русская народная мудрость. Палка нема. Отдаст ума. Мы добавим ангидрит. Это нам не повредит. Ну, а, конечно, самое чудовищное чудовище – это мышь. Они его в юмористических целях так назвали. Я затрудняюсь сказать, почему мышь назвали мышь. Хотя... Это фамилия мышь какая-то? Нет. Точно не фамилия ничья. Просто, видимо, у них же... Тигр. Потом у них седьмой. Королевский тигр. А потом мышь, которая больше, чем тигр. И кёник тигр в месте взятые. Видимо, юморок такой незатейливый. Тевтонский. Немцев, кстати, с чувством юмора очень странное. Очень. Очень. Некоторые даже более того говорят... С каким чувством юмора? Вы о чем? Вы о чем? Ну, хотя я знаю... Ну, в силу того, что у меня довольно специфический круг общения среди немцев. С реконструкторами я много общаюсь. Они, как правило, все очень юморные и смешливые. Индивидуально, да. А вот какое-то... Я же телевизор там год смотрел. Я ни одной шутки немецкой не знаю вообще. Зачем еще? Главная шутка у них была... В то время были страшно популярные фильмы про индейцев. И вот у них там что-то про Виниту было. Там Виниту был с животом, как у меня. Он по пояс голый все время ходил. После нашего Гойки Митича, который там атлет и всякое такое... Виниту с таким пузом выглядел странно. И когда индейцы скакали на лошадях с криками... Шнелла! Шнелла! Лос! Лос! Я угорал. Я бы на месте английских колонистов обгонялся бы и сбежал, пока меня в концлагере не определили такие индейцы. Наконец-то светит солнце. Прогуляетесь со мной. Это мне напоминает нашу известную присказку. Подождите, какой там номер автобуса? Хорошая сегодня погода. Поехали трахаться. Такой же подкат. Как говорил известный персонаж в кино. Нельзя забывать о предсказуемости тупизны. Известнейшая присказка. Прилетели к нам грачи, пидорасы москвичи. Видимо, любит опасный секс. Да. С опасностью. На краю лестницы. В позе боберз. Где боберз? Дура. Ты перила-то грызи. Вот. И как там, если даже собрать девять беременных женщин, ребенок через месяц не родится? И тут на берегу моря. Долго пились они на крутом берегу. Прибои. Оно там плакало. Нет. Ты говоришь на общем языке? Нет. Нет. Ты знаешь только слово нет? Нет. Молодец, Мома. Ну, немножко нагнись. Бедная дыня заплакала. Был какой-то смешной клип на песню этой. Как его? Как его? Как его? Как его дьявол? Тима типа. Слышишь? Это первый кадр первой серии. Такая-то дыня. Такая-то дыня. Что замечательно в «Дозоре»? Ты отказываешься от старой семьи и приобретаешь новую. Как говорится, в рот бы я такую семью. Семья, блин. Сестер Шип – это братский корабль. Сестрацкий. Братский смешно. Ну, просто в английском и в немецком Шип почему-то женского пола. Мишка Шиф и даже Шифман – это, оказывается, Кораблев. Корабелкин. Корабелкин, да. Да. Какой-то стол непонятно располагался. Саня развернул его. В перспективу. Попендикулярно. В перспективу. Как в известном анекдоте. Когда я кого-то трахаю, вот я муж, я кого-то трахаю, это мы всей семьей ее трахаем. А когда тебя, жена, кто-то трахает, это трахают всю вашу семью. Бобик жучку шпарит раком. Чего стесняться им собакам. Как говорил Леня Голубков, Марина Сергеевна, и это только начало. Знаешь анекдот, как Ельцин задолжал? Ельцин сидит, ловит рыбу. Коржаков подбегает. Борис Николаевич срочно. Срочно вызывают во Францию. Надо отчитываться по долгам, кредитам. Ельцин пьяный, естественно, в дупелину вылезает. Его там в самолет. Выходит из самолета там приветствующая правительственная делегация. Борис Николаевич, спустите штаны. Борис Николаевич, спустите штаны. Это редкий случай оригинального постсоветского анекдота. Как говорится, жаль, что дедушка не дожил. Он от радости бы помер. Особенно дети злые. Ну, сбоку умный. Неизвестно еще, кого вместо него пришлют. Почти как наш президент Владимир Владимирович. Мы вот дураков выгоним, а они умных пришлют. Нам такое не надо. Разумный, да. Пришлют. Жена дрессировщика после оргазма получает сахару. Прыщи не трахают. Не трахают. Прыщи. Какой-то замкнутый круг. Где корень этих противоречий? Или, как говорят у нас на Сицилии, где сердце. В которое я могу воткнуть нож. Как в художественном фильме «Грязь» вы пришли в полицию бороться с коррупцией? Нет. Я пришел принять участие. Мальчик, девочка, какая в жопу разница в этом месте должно было быть сказано. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Мертвец захохотал, трижды пернул и пропал. Мыслей много. Не помещаются в слова. Есть хорошая уголовная присказка. Надежда. Бог дураков. Интересно, да. Генук. Я тебе рассказывал, как я немцу объяснял. В австрийском кабаке для ролика немец наливал алкоголь. Я ему говорю, будешь наливать, а я буду нажимать на горлышко и говорить. Генук. Генук. Зачем? Три раза немец переспросил. А потом, когда уже засняли, начали уходить. Он закричал спиной. Я понял. Это же шутка. Немец молодец. У немцев очень часто крайне специфическое, почти отсутствующее чувство юмора. Я обратил внимание. Нет, чем смеяться. Да. Все серьезно. Это как в милиции. У тебя образование есть? Есть какое? Ленинградский государственный университет. Лучше б ты наше ментовское ПТУ в Стрельне закончил. Толку от тебя было бы больше. Даже для того, чтобы овладеть дамой, которая хочет дать даром, все равно нужны деньги. С людьми хоть можно в словесную коммуникацию вступить? И объяснить, что сейчас будет. Да. Дементий непрерывный. Страшно любит вспоминать, как меня какой-то... Я не помню. Журналист какой-то спросил. А вот вы как считаете? Шарикова можно перевоспитать? На что я буду ответить? Если его можно бить, то да. И ментий ржат. Ну, а как, если ты не понимаешь? Ну и, естественно, немедленно вспоминается песня про... Как-то раз один колдун. Врун болтон и хохотон. Предложил ей, как знаток бабских струн. Мол, русалка, все пойму. И с детем тебя возьму. И пошла она к нему, как тюрьмо. Отличная песня. Владимир Семенович Высоцкий. Слушайте. Его, как это говорили в нашем детстве, тебя дурачок в попку понюхал. Я такое не слышал. Сколько нам открытий чудных. Известная присказка десятилетиями. Повторяю. Придумал рубль, изобрел. Сделал десять. Продал сто. Как правило, тот, кто изобрел, не сделать. Это наша национальная проблема. В одном экземпляре мы можем произвести гениальнейший продукт, поставить на конвейер. Нет, не можем. Получается говно какое-то. Продать. Это вообще. Посмотри, как их пугают. Ну, и была такая сельская шутка. Чем ты? Ты кто? Я дружбист. В смысле? Ну, дружбой пилю. Шутка номер два. Какой пилой пилите? Дружба два. Соль шутки в том, что дружба – это мотопила, а дружба два – это двуручная пила. Это страшно смешно. Ну, кто не понимает, конечно. И как с этим бороться? Непонятно. К совести взывать? Без толку. Где совесть была? Там известно, что выросла. Ну… Как так? Как сразу да упал, как говорят у нас в реконструкции? Сразу вспомним, как говорили японские военно-морские офицеры. В мире есть три бесполезные вещи – Великая Китайская Стена, пирамида Хеопса и линкоры типа Ямато. А три грандиозные бесполезные вещи. Вот она какая любовь-то. Окаянная. Да. Ну, если кто надеется, что дальше при просмотре сериала будет секс – не надейтесь. Сексу не будет. Вот как мы любим, чтобы ее трусы белой птицей пролетели через комнату. Вот такого не будет. И криков твоих любимых – надай! Игната прошел за колесом, выскочил из сапог. Спрыгнул… Как это мы делаем? Спрыгнул со шкафа. По коржу набросился. Как в том анекдоте, когда сидит Папа Римский, листает тугоменты и говорит – not celebrate, celebrate! Помнишь, кто там Янукович в шапке воровал? Когда-то сидел за шапок. На эту тему была отличная советская шутка. Как зашел мужик в общественный сортир. Ну, это не шутка. Это быль, естественно. Зашел в сортир, спустил в станы. Начал справлять естественную надобность. А вор из соседней кабинки ему и говорит – срать ты можешь без пыжика. И забирает. Туалет и место опасное. Я тебе еще одну присказку скажу. Эксперт – это тот, кто в своей области сделал все ошибки. Ну, какие там только можно сделать. Я уехал вдаль на ночной электричке. Вроде не хотел, да зажало яички. Лирическое. Я человек военный. Повторяйте медленно и два раза. И громко. Громко, медленно и два раза. А желательно, чтобы еще и картинки были. Ну, например, у нас ни для кого не секрет – масса советских военных в Африке бывало военноспецами, воевала и в Анголии, и в Эфиопии, где только они не были. Не буду рассказывать фамилии этого человека. Не надо. Мы его знаем. Тем не менее, он рассказывал, как он еще юным лейтенантом приехал в Анголу, когда война как раз была с участием активным тех самых буров из ЮАР. Когда их там на лыжи ставили при помощи кубинских добровольцев и советских военспецов. И местных белогвардейцев там разгоняли заодно. Так вот. В расположении. Встречает их матерый товарищ майор, который говорит, что правила безопасности такие, служебные обязанности такие. Говорит, это можно, это нельзя. Говорит, не дай вам бог трахнуть местную. Не дай бог. Говорит, спит, кашлем покажется с насморком. Говорит, перед нами, говорит, навсегда останется премьер лейтенанта Иванова, который занимался сексом с местной девушкой и потом неделю писал волосатыми червяками. Вот. Ясно. А я как раз еще третьего дня забомбил, так сказать, освежил перевод художественного фильма «Тет», известного у нас как «Третий лишний». Да. Который начинается со слов «Нет ничего на свете сильнее, чем желание маленького мальчика». Конечно, не считая вертолета, а бать! С вами не то что коммунизм, с вами капитализм не построится. Это как в известном фильме «Дюна», там тоже. А там что? Там ни коммунизма, ни капитализма в Дюне. С вами ни хера не построится. Надо будет, когда будем обсуждать это кино, не забыть пошутить. Запишите где-нибудь. Только признав, кто мы есть, мы получаем то, что хотим. Бездны мудрости. Просто. Люблю я женщин рыжих. Натуральных и бесстыжих. Как известно, люди не летают как птицы, потому что отрастили большие ягодицы. Команда таких ярких необычных личностей с вот такими письками. Вот такими вот письками и вот такими вот яйцами. И сону брюковы никто не сожрёт. Могучий, вонючий, волосатка. Что вы там у себя в Москве делаете? Опять деньги с жопой жрёте? Как говорил Алексей Константинович Толстой в известном стихотворении мудрой жизни, «Изучай родню начальство, забавляйте её ходи, но игривость и нахальство никогда не доводи. Помни тёток именины, чьи в кузидах благодать, но невзума без причины их подмышки щекотать». Молодец, разбирался. «Всем девицам будь отрада, рви в саду для них плоды, не показывая им сзада без особенной нужды. Проводя в деревне лето, их своди на скотный двор, помогает много это расширять их кругозор, но желанием подстрекаем их сюрпризом удивить, не давай подлец-быка им в виде опыта доить». Подлец, блин. «Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака...» «С колокольни». «Снерку пайка», «Сером машем разгоняем облака». «Не служил, не мужик». «Не мужик». Была ещё отличная шутка про Нильсобора. Мегафизик. Да. Подковы раньше в Советском Союзе почему-то их вешали рогами вниз. Непонятно почему. А надо вешать рогами вверх, чтобы счастье туда упало и не вываливалось. И у Нильса Бора была подкова над дверью. И кто-то там его из умных таких же нобелевских лауреатов спросил... «Вы что, верите в эту херню?» На что Нильс Бора ответил? «Подкова работает вне зависимости от того...» «Веришь ты в это или не веришь?» «Молодец, Бор». «Осина не родит апельсина». «Я с училища. Я вижу. Я спрашиваю, откуда вы?» «Ахре, сука, неть». Вот что я вам доложу. Пейте пиво пенное, рожа будет обалденная. Ну, да. Фактически как пираты из мультфильма «Остров сокровищ». В обход идти, понятно, не очень далеко. Не очень-то приятно. И очень далеко. И очень далеко. Ты пока спал, и я тебя отстра понял. А я и не спал. Нет, там это не так. Почерк австрийский, струя кардинала, как в том анекдоте. Потому, что, как известно, только практика – критерий истины. В общем, все это непрерывно вспоминается детская советская шутка. Японская народная певица то Яма, то Канава исполнит песню «А тому ли я дала-то?», что по-русски значит «сомнения». «Известный японский футболист, накати-ка я в ебу-ка». «За морду вот так вот и поволокли в подвал пытать его козла». «У тебя там твой резус 10 сантиметров, еще чего-то там...» «Какой у твоего мужа резус сантиметров 15?» Какой самый тихий на свете автомобиль? Горбатый запорожец. Почему? Ну, потому что, когда садишься за руль, коленями уши зажимаешь... Это, конечно, да. Это какая-то картинка. Знаешь, где там девица стоит? Как это говорят? «В позе кошечка». А мальчик ей сзади засадил, и там советы. Назовите ее другим именем и попробуйте удержаться за хотя бы 8 секунд. «Спасибо». «Схих-схих-схих-схих-схих-схих-схих!» Даже жили в колливингах с общим сортиром. Дальше, как в известном стихотворении. А мертвец захохотал, трижды пёрнул и пропал, блин. Каждый северянин стоит десяти южан. А по выходным... Даже двадцати. Как у Джека Лондона. Любой белый может расправиться с сотней черноназых. А по выходным из двумя. Дуболом прямой, как лом. Хорошо получилось. Как-то жалко его все время. Попал ногами в жир, так у нас говорят. Ужас, блин. С разбегу прямо обеими. Она же рассчитывала некоторым образом. А конюшня от чего загорелась? Петька бычок бросил. Он же не курит. Закуришь тут, когда знамя полка спёрли. Вот и она закурила, когда знамя полка спёрли. Правильно говорил гражданин Гесиот. Война, отец, всего. Да. А Жан Джакобо Тревульцио говорил. Для войны им не нужно немного. Всего три вещи. Деньги. 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 Тоже разбирался. Я смотрю. Как у наших, у ворот. Тузик шарика. А потом наоборот. Шарик тузика. Католицкое держит крест и постами мясо ест. Доложуя о доме царской, что конюшей государской. Чернокнижник, ворожей, бусурманин и злодей. В церковь не ходит. Что с бесом хлеб сульводит. Католицкое держит крест и постами мясо ест из конька гробунка. Гениального Ершова. Вот это произведение гениальное целиком. От начала до конца. Ни одного недостатка нет. Читайте смело, кто вдруг не читал. Безупречно. Текай с городу. Туби пизда. Кребется там туда-сюда. В углу скребет мышь. Кто такой в углу скребет? Я крикнул, галактике стыдно за вас. В ответ они чем-то мигнули. Вот то, что наши друзья, родственники и братья с той стороны границы называют говундокрыл. Он же Геликоптер, он же вертолет. Ты вообще ни к нам не нужен. И тебя никуда не пустят, немут не примут. Ты болтаешься, как говно в проруби, а там ты что-то... Как хер в жопе. Неведомо чьей. У нас даже в детстве было. Двое в драке, третий в сраке. Девушка красивая, как известно, в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь подул ногой. Это благородно. В своем обыкновении. Да, заигрывание Теона. Манька, ты вчера в клуб ходила? Ходила, на танцах была. А на крылечко выходила? Выходила. За угол заглядывала? Заглядывала. Говна кучу видела? Видела. Так то ж мое. Ох, Иван, не заигрывай. Так игры и джой. Ты что такой серьезный? Ну-ка дойди сюда. Ты был так груб, ты мял чужую бабу, а я в отместку отдалась рабу. Ты че такая дерзкая? Молодой да изранник. Да. И на дерзкий побег он пошел ту же ночь. Вот так как раз ночь и... Грамотно конечно действует. Это наглядный пример известной народной мудрости. Ухватил лоха, бей до смерти. В общем, как там? Примерно. Говорили в книге «Драконы моря». Мы, бедные мореходы севера, живем небогато, а у вас мы видим. Все хорошо. Как известно, признание облегчает совесть, но утягчает наказание. И срок увеличивает. Чистосердечное признание увеличивает срок и сокращает жизнь. Да. Куда? Насалы. А! Вассалы! Элизан, блядь, вставай в войну проспичь. В войну проспичь. У нас была шутка про подъем. Трибунал проспичь. Трибунал проспичь. Как в этой... В Робоципе. Помнишь, как там робот носил стиральную машину? Как корону Российской империи. Помнишь? Да. Тятя, тятя. Наши сети. Потащили мертвеца. Опять мертвеца. Я ж рыбу просил. Зовите адвокатом. Может быть. И вообще, где адвокат? Адвокат оправдает. Тут недавно хороший анекдот был про адвоката. Как женщина приходит к сексологу и говорит... Так и так я вот полюбила анальный секс. И что? Ну, вот. Хотела посоветоваться. Вам не претит вообще занятие анальным сексом? Ну, вообще нет. Нравится наоборот. А не больно? Нет. Не больно. Ну, тогда продолжайте им заниматься. Если, конечно, не боитесь забеременеть. Говорит, а что? Можно забеременеть от анального секса? Ну, ахах. По-вашему, появляются на свет адвокаты. Неожиданный твист. Забеременеть. Да. Про анальный секс у меня есть другая замечательная история. Если уж пахла такая пьянка. У меня хорошая моя знакомая. Она очень мощный реставратор. Арф вот этого всего. Древнего струнного стаффа всякого. Госли-самогуты. Самогутки. И вот ей принесли реставрировать мега-арфа 18 века. Со словами нужно очень быстро. И озвучили сроки. Она говорит, невозможно. Просто потому, что дерево сохнет с такой скоростью. С какой дерево сохнет? Быстрее дерево не высохнет. А пока оно не высохнет, я ее реставрировать не могу. Я ее только испорчу. Только испорчу. Ну, тут ее назвали сумму. Она сделала так. Нахер ваши законы физики. Сейчас что-нибудь придумаем. Решите приступить. Приступить. А сама думает, как же дерево-то, чтобы оно высохло гораздо быстрее. А потом такая женщина опытная. Блин. Лубрикант для анальной ебли очень здорово вытягивает влагу. И тут же... Она в Англии проживает. Это важно. Тут же прыгнула на велосипед и бросилась в ближайший секс-шоп. Я такого не знал. Что он вытягивает влагу. Я же говорю. Женщина-то опытная. Знает всякое. Говорит, дайте мне анального лубриканта. Говорит, да не тюбик дайте. Сколько у вас? Два ящика. Давайте все. Тут продавец переменился в лице и исчез. Потом появляется весь с менеджером. Менеджер говорит. Мы, конечно, вам продадим. Но обязан вас предупредить. Анальный секс в таком количестве. Это очень опасно. Тут дозорало. Мне для арфы надо. Ну, конечно, никто не поверил. Для какой арфы? Рассказывай. Это теперь так называется. Ваши анальные арфы. Это теперь так называется. Английская арфа, нормандский румпель, голландский штурвал. Все понятно. Выноси. Ну, прям как в том анекдоте. Ты можешь построить 100 макбуков, но стоит тебе выпустить одну салфетку. Внутри там носятся, как про орла анекдот, помнишь, как орел летит, у него из жопы глист высохнутся. Какая высота, блин. Орел такой будет три километра. Смотри, не обосрись, братва волнуется. Биба и боба. Да. Два долбоеба. Как Борис Брин. Вы когда говорите, такое чувство, что вы бредите, блин. Как там на деревне летят утки, летят утки, крякают. А я милую пердулю, только серьги брякают, блин. У нас по этому поводу немножко не так. Рассказывают. Покорили идут утки, серенькие крякают. В жопу рыцарей ебут, только шпоры завякают. Опасное у вас увлечение, блин. Опасное. Сумеешь. Как Винни с ружьем сидит, с пятачком, смотрит. Ствол. Раз. Нечаянно на курок нажал. Выстрел. Винни. Мозги вынесло. Пасть разорвало. Кто не стрелялся. Когда газы в рот попадают, то рот разрывает до ушей. И пятачок такой сбоку. Винни, вот тебе смешно, а мне ушко заложило. В общем, все согласно поговорке про быструю езду, для которой сперва мы очень долго запрягаем. А мы без свиней. Дементий, тащи свиней. Не может нормально принести. Поверенные в боях свиньи. Римские свиньи еще фактически. Да. Первого призыва. Итак. Вспоминается мой любимый анекдот. Мхат. Мужик заходит в гардероб, протягивает гардеробчику 100 рублей. Подбери что-нибудь поприличнее. Прозвание. Немедленно вспоминается анекдот, как Хохол стоит... Советская армия Хохол стоит в карауле. К нему приезжает отец. Он встречается с командиром роты. А где сынок? Он говорит, ну, сын ваш сегодня в карауле. О, я к нему пойду. Да нельзя бы, что он в карауле. Это выполнение боевой задачи в мирное время. Да я же, батька. Нормально все. Ну, сын в карауле. Батька к нему. Сынок, это ж я. Приехал. Стой, стрелять буду. Сынок, это ж я. Батька твой. Батьку завалил. К сыну немедленно ефрейтор. Десять суток отпуска. Съездил домой. Отдохнул. Вернулся. Снова на пост заступает. Ходит туда-сюда. Скоро матка в отпуск приедет. Вот есть такой очень классный анекдот. Встречаются два инфо-цыгана. Один другого спрашивает, как повысить продажи. Рассказать я и сам могу. Как продажи-то повысить? Жизненно, да. Немедленно вспоминается анекдот про трех мух, которые сидят на куче говна. Вдруг одна как пернет. Ты что, обалдела? Мы же едим. Важные вещи. Сразу вспоминается другой анекдот. Значит, река. По реке плывет Илья Мурубец. Назовите как угодно. Навстречу богатырю говно. И говорит, Илья, Илья, я тебя съем. А Илья в ответ, нет, я тебя... Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. Все все знают. Злонравие, достойные плоды. Запомнил французскую поговорку. Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти. Как говорится, кадры решают все. Это же как это. Знаешь, когда идешь по улице, а там такая красотка. Вот слов нет. Сейчас я матом ругнусь. Извините. Ты вот на нее смотришь? Холодный расчет. Говорите, а ведь кому-то она уже остописела. Лохи. Правильно лохи. Волки позорные. Лохи чилийские. Лохи чилийские. Как говорится, если меня заинтересует твое мнение, я тебе его скажу. Увидел, как там мужик с горшком на наковальне? С горшком на башке? Как звук? Низов. Бам! Как это говорят? Ночная кукушка всех перекукует. Вот. Ну, неужели у них тоже откат, как у нас? Да. Как это я очень люблю, когда все эти эксперты в филологии... Вот такого слова, как откат, ни в одном языке больше нет. Оно прям вот напрямую, вы знаете, слово kickback, оно так и переводится. Откат. Да. И там его, не поверите, придумали гораздо раньше. У нас-то откат только к пушке применялся. Да. Потому, что помнишь анекдот-то? В Грау инженеры грустные ходят, говорят, да вот у нас в Министерстве обороны зарубили проект нового орудия. А что? Говорит, орудие плохое. Да нет, говорит. Орудие хорошее. А что зарубили? Говорит, название напрягло. Безоткатное, говорят. На фига такое нужно? Колымский порт знаменитый. Ванинский порт. Откачки страдали зэка. Привела пучина морская. Лежал впереди Магадан. Столица Колымского края. Плохая примета. Ну, наша любимая. Вчера в бане мужика видел. Вот таким. Не показывай на себе дурная примета. Как в известной присыске. Бог всегда. Большие батальоны. На стороне больших батальонов. Так вот, значит, по поводу мумий. В случае человеческом там как бы более сложно объяснить, почему так. Но, значит, одна из версий заключается в следующем. Мумий быстро... Тела быстро портятся. В египетских моргах не было холодильников. Где бы тело могло лежать и ждать, пока его мумифицируют. И пока, значит, вот эта мумификация, это было уделом элиты. Это не было таким конвейером. А вот в конце уже истории Древнего Египта, когда это стало массовым, появилась очередь. И вот приносит тело. А пока, значит, у этих мумификаторов дойдут руки бальзамировщиков до этого тела, оно уже испортилось и развалилось. Значит, ну, что? Ну, вот там дальше и получается, что мумию вскрывают, а там три бедренных кости. Ну, или, например, рук нету, значит, у мумии отвалились. Их имитируют из тряпочек. И там реально такие мумии. Кошмар. Или, например, ноги у женщины отвалились, руки отвалились. Ну, что с ними делать? Их прямо в брюшную полость запикивают. Кошмар. И руки уже там из чего-то, из палок каких-то делают. Я всегда думал, что мумии, они у них, так сказать, естественным путем образовались. Поскольку там жарко и сухо, то где-нибудь там... Ну, не всегда. То есть, обычно тело все-таки начинает гнить и поманивать. Ну, там некие условия должны быть соблюдены. Вот в Перу это, видимо, как раз так. Там побережье океанское. Сухой такой соленый воздух. Прохладно в этих пещерах. Там они, видимо, естественным путем мумифицировались. В Египте, естественно, нужно было проделывать определенные процедуры. А потом уже, когда, так сказать... Ну, раз оно вот так вот сохраняется, ну, давайте как-то улучшим. Они же их там мазали всякими... И Радот еще интересную описал версию. Почему, например, женщин... Почему? Вот так вот могли мумифицировать. Потому, что если женщина красивая, родственники боялись, что бальзамировщики могут не совладать с собой. И поэтому ее отдавали на бальзамирование через недельку, когда она уже немножко испортится. Характерным запахом уже обладала. Да, когда она уже немножко испортится. Но это написал Геродот. Как бы насколько... Чакие гадства про египтян писал. Да, гадства про египтян. Вот. Ну, из песни слова не выкинешь. Такую версию я писал Геродот. Как бы то ни было... Ну, я, честно говоря, не представляю. То есть, если это, так сказать, конвейер и там много трупов, которые лежат, гниют... Туда бы не подойти было. У них там могли тела перемешаться. И там... Ну, давай, господи. Где там ноги? У него нет ноги. Давай тащись на другую ногу. Если начинают отваливаться руки и ноги... Это вообще... Компост. То есть, можно только посочувствовать тем ребятам. Ну, они, наверное, хорошо зарабатывали для своего времени. Но работа была тяжелая. Поэтому не будем слишком строги к ним. И родственникам выдавали. Сейчас же тоже так бывает уже. Выдает. А кто там? Это не он. Как не он? Как говорил Аль Капоне. Там что-то бито и пистолет. Не помню. Добрым словом можно добиться многого. А добрым словом и револьвером еще больше. Почему, говорят, стабильность признак мастерства? Ну, как, опять же, сказали в фильме Титаник. Собственно, шип-аунер об этом и говорил, что название придумал я сам. В первую очередь, я думал о размерах. Титаник. Значит, огромный. Мощный. А главное, роскошный. Доктор Фрейд многое бы мог сказать о вашей озабоченности размерами. Доктор Фрейд – это пассажир. Которая называется... То, что мертво, умереть не может. То, что – это полный П. А он сказал то, что она ушла. А вот он сказал, она ушла – это не годится. То, что – это к чему? Если это некий девиз. То, что мертво, умереть не может. Мёртвое умереть не может, блин. Тут ещё нужно было обязательно добавить – и посмотрел своими глазами. Да. И почесал твою голову. Надо свиней. А то выпуск пройдёт зазря. Сейчас. Оформим. Работает. Василий Иванович, поймали али-бабу и 40 разбойников. Разбойников переодеть и в отряд. Бабу помыть в бане и камнем. И на дерзкий побег он пошёл в ту же ночь. Все пошли в ту же ночь на дерзкий побег. В небо взвелась ракета. На утро. Биба ракету в небо взовьёт. Что? Побег! Аляр! Вы куда смотрели? А ты куда смотрел, пока я её трахал? Забился в корчах. Хорошая. Весна придёт. Говно всплывёт. Кому война, кому мать родна. Как там было в известном произведении? Глупый пингвин робко прячет. Умно и смело достаёт. Дементий покрыл себя парфюмом. Ты чувствуешь? Да, кстати. Ароматный. Конечно. Вон у него пузырь стоит. Ничего себе. Поливает время ответа. Оттуда непрерывно... Доносятся волны. То дорогого табака, то не менее дорогого парфюма. Духмяна. Доложу я вам. Духмяна. Испытываю зависть. Да, да, да. Но про контрабанду. Ты же был хорошим контрабандистом. Больше. Художественный фильм «Меня зовут троица» ты бы занялся делом. Я же помню, ты неплохо играешь в карты. Лошадей воруешь. Делом займись. Как у моего товарища. Папа глубоко и много раз сидевший. Ну, и у него круг общения специфический. Такие же. И вот однажды... Это было там совсем давно. Он в вуз только поступил. Папа с корешами сидел во кухне. Общался за жизнь. А этот в комнатке лежал. Пытался заснуть. И слышал. Потом мне рассказал. Чарующе совершенно. Говорит. Говорит. Эх, Петрович. Ты представляешь. Вот у Васильевича и у Никитича-то сыновья-то моего младшего. А уж у кого вторая, у кого третья ходка. А мой-то совсем пропащий. Говорит. В институт поступил. Тетя Васильевич. Не переживай. Он молодой. Еще может за ум возьмется. У всех дети как дети. Ну, а мой в лагерям... А этот в институт. Это же беда какая. Беда в семье, да. Как там в Библии написано? Дом, разделившийся в себе, не устоит. Бабы же. Бабы они же дуры не потому, что дуры, а потому... Не потому, что бабы, а потому, что дуры. Да. Вот. Правильно. Как там, что не говори, жениться по любви не может ни один король. Может, ни один, ни один король. Вот. Как писал Алексей Константинович Толстоев в поэме «Мудрой жизни» – изучай родню начальство, забавлять ее ходи, но игривость до нахальства никогда не доводи. Доктор, доктор, мы уже год вместе, а детей все нету. Это потому, что он зайчик, а я белочка. Нет. Потому, что мы оба музыки. Кошмар, блин. Кошмар. Старые боги и новые. Там все клянутся, потому, что все время старыми богами и новыми чуть что. В любой непонятной ситуации. Клянись. Вот. И все тут же клянутся. Побажись на пидора. Давайте, пидора, побажись. Побажим. Ничего никуда не знаяка, и из ниткеля не берется. Пидпись. Ломоносов. Как, говорил наш друг Мао Цзэдун, винтовка рождает власть. С разбегу об телегу. Здесь очередь из тех, кто без очереди. Перед жаждой опохмелки все проблемы станут мелкие. Осина не родит апельсина. Никогда. Яблонька от вишенки недалеко падает. Протыкает кожу чётко, пробивает мышцы хрящ. Моя длинная отвертка прямо в ляску. Хач! Это не говоря про шум полвуха. Да. Где? По тундре. По широкой дороге. Мчит не за найка. Так. Пьем и для запаха. А дури у нас своей хватает. Фактически как подпоручик Ржевского. Помню, где там мальчик всех доставало потом? Ржевский с ним поговорил, и мальчик исчез. А что случилось? Я его дрочить научил. Теперь есть чем заняться. Как писал Служеницын? Налетывали на районы и постреливали из-под леса. Из-под леса? Да. Этот мастер русской словесной в стиле срать кирпичами не превзойден. До сих пор. Гузель Яхина не смогла его вырвать очко у Служеницына. Очень пыталась, правда. Нужно отдать ей должное. Но чтобы вырвать очко у Служеницына, на кривой газеты не подъедешь к мастеру. Согласен. Из-под леса. А это в одном дне Ивана Денисовича. Ты освежил что ли? Да я просто недавно кино разбирал. Мне поэтому пришлось освежить. Оно собрало по-моему 16 тысяч долларов. Это успех, я считаю. Хорошо, что я почти к самой премьере успел. Я считаю, что небольшой вклад в то, что туда люди не совсем пошли, мой тоже есть чуть-чуть. Режиссер Панфилов снимал, да? Да. Молодец режиссер Панфилов. Это успех. Поздравляем. За то какого-то там пальмового Каннского... Это само собой, да. Тут же отхватил. Огромная дымящаяся куча. За лучший высер. И туда пальмовая ветвь. На родную страну. Золотой высер. Немедленно вспоминается знаменитый рассказ «Страшные Соломоновы острова» Джека Лондона, где фигурирует такая фраза «Любой белый может расправиться с сотней черномазых». А в выходной и с двумя воскресные дни с двумя. Они там расистски бегали с кусками динамита за неграми. По деревне ходил босой Лев Николаевич Толстой. Холмс, у вас клеют носки. Ботинки? Нет, ботинки уже сгорели. Как в поговорке «худой мир, он лучше доброй ссоры». О, сколько нам открытий чудных! Готовит чтение Уголовного кодекса. Одного живем. Да-да-да. Как писал Служеницын? Налетывали на районы и постреливали из-под леса. Из-под леса? Да. Этот мастер русской словесной в стиле «срать кирпичами» не превзойден до сих пор. Гузель Яхина не смогла его вырвать очко Услуженицына. Очень пыталась, правда. Нужно отдать ей должное. Но, чтобы вырвать очко Услуженицына, знаете, это вот так на кривой газеты не подъедешь к мастеру. Согласен. Из-под леса. А это в одном дне Ивана Денисовича, если что. Ты освежил, что ли? Да я просто недавно кино разбирал. И мне поэтому пришлось освежить. Оно собрало, по-моему, 16 тысяч долларов. Это успех, я считаю. Хорошо, что я почти к самой премьере успел. Я считаю, что небольшой вклад в то, что туда люди не совсем пошли, мой тоже есть чуть-чуть. Режиссер Панфилов снимал. Молодец. Режиссер Панфилов. Это успех. Поздравляем. Зато какого-то там Пальмового, Каннского... Это само собой, да. Тут же отхватил. Огромная дымящаяся куча. За лучший высер. И туда пальмовый овец. Да, на родную страну. Золотой высер. Не получится, как всегда, когда строгость российских законов полностью компенсируется необязательностью их исполнения. Фразу вроде как приписывают Салтыкову Щедрину. Полтора века прошло. Смотри-ка. До сих пор актуально. Я вас категорически приветствую. Глеб Саныч. Добрый день. Всем привет. Всем привет. Как мы с тобой? Да. Такие матерые шнурочки. Комрады нам. Комрады скип энд пар делают хорошие такие слова. Толстовка меня бесит. Слово кофта меня просто до истерики доводит. Вот такие штучки. А почему тебе слово кофта доводит? Кофта это у бабушки или у мамы. Мужики в кофтах никогда не ходили. Если он надевал кофту, то она мамина или бабушкина. Странно. Как-то так у меня в голове сложилось. Но Толстовка, я даже не понимаю, почему она собственно Толстовка. Толстой в нем не ходил. Я сразу вижу Толстого, блин. Вот. Какая связь, блин. Лев Николаевич. По деревне ходил босой. Лев Николаевич Толстой. Повторюсь, кому война, кому мать родная. Немедленно вспоминается анекдот про главу общества граждан, мы не можем матом ругаться, скажем так, похеристов. Слушайте, а вы вот глава? Да, я глава. И что, вот вам всё похер? Всё похер абсолютно. Вот вообще всё похер. Что скажите, и деньги похер, и деньги похер. А вот вы будете идти, увидите 100 рублей. Что сделать? Конечно, подниму. Вы же только что сказали, что деньги похер. Где логика? Логика похер. Как это зайчик с белочкой у доктора говорит, доктор, доктор, мы уже сколько лет женаты, а детей не получается. Это потому, что я зайчик, а он... Потому что вы мужики, пидорасы. Из глины дети не получаются, к сожалению, для кого-то. Отряд вохры. Да. Охры нас окружило. Руки в гору кричат. По тундре. По железной дороге. Где мчится поезд. Это Рэдли. На каждом перекрестке. Устраивал турнир. Выпивал, закусывал. Шпилил своего дружка. Лореса Тирелла. Или наоборот. Ну, теперь уже не узнаешь. Все всех. А потом наоборот. Лорес Рэдли. Прямо в рот. Мойша, правда, что к тебе пришли бандиты? Правда. Правда сунули тебе в жопу паяльник? Правда. И ты отдал им все деньги? Тоже правда? А мне что надо было ждать? Пока счетчик накрутят. И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. Все пошли в ту же ночь на дерзкий побег. В небо вжвелась ракета. Наутро. Биба ракету в небо взовьет. Что? Побег! Вы куда смотрели? А ты куда смотрел, пока ее трахал? Забился в корчах. Хорошая. Человек без чести. Зиман Визаут Хона. Хона. От нее происходит христианское имя Гонория. А Гонорея от него происходит? Не знаю. Тоже? Часто заработал. Часто лечусь. Три перда. Гризли? Зачем гризли? Так нарушили нам. Дементий покрыл себя парфюмом. Ты чувствуешь? Да. Кстати. Это Дементий покрыл себя парфюмом? Вон у него пузырь стоит. Ничего себе. Оттуда непрерывно... Доносятся волны. То дорогого табака, то не менее дорогого парфюма. Духмяна. Довожу я вам. Испытываю зависть. Старые боги и новые. Там все клянутся. Потому, что старыми богами и новыми в любой непонятной ситуации. Клянись. Вот. И все тут же клянутся. Побажись на пидора. Давайте, пидора, побажись. Побажим. Так как там же лебединый пух, трава и юнь. Любовь это не просто так. Ей надо заниматься. Конечно. Протыкает кожу четко. Пробивает мышцы хрящ. Моя длинная отвертка прямо в ляску. Хач! Хач! И это не говоря про шум полвуха. Да. Где? По тундре. По широкой дороге. Мчит незнайка. Экварин полурух. Так. То есть, и так читается. И так нормально. И все время есть смысл. Мы знаем несколько примеров. Ну, типа там «А Роза упала на лапу Азора» или «Улыбок тебе, Десмакар». Сад рапера тенет опера Росса. Это надо было написать на бумажке, ты знаешь, да, и сожрать. Она лечила от всего. Это, кто не знает, это магический квадрат. Да. Так точно. Ну, потому что должна быть революция. Рабочий тащит пулемет. Висит плакат. Долой господ. Помещиков долой. Вот. А это его революционизируют со страшной силой. Бежит матрос, бежит солдат. Стреляет. На ходу. Кого интересно. Ладно. Все это надо чинить постоянно. Не просто. А канализации. А водоподводство. Я сильно сомневаюсь, что там была канализация. Ну, куда-то же срали. Новогребные. Увозить надо все равно. Насрут там неведомо сколько. Конечно. Мы ли их не знаем. Там одних говновозов должен быть. Взвод. Я первый раз, когда увидел переполненный по-настоящему замок. А именно Выборгский замок. Когда у нас туда в 2004 году внезапно приехало 1200 человек. Участников. Только зарегистрированных. А туда еще люди ломились. Незарегистрированные. Более того. Я знаю, что кое-кто прорвался. То есть, их было точно больше 1200. Вот. Сутки. Через сутки вся канализация. Современная канализация. Хорошая. Вся современная хорошая канализация в замке встала раком. И говно привелось обратно в замок. Причем, я даже... Пошло в замок. Я даже вообще не шучу. Именно так оно и было. Потому, что заходишь ты в замковые сортиры обычные. Причем, там есть директорский сортир. Куда ходил, например, я. Потому, что у меня ключик от него был. То есть, он был вот сверху не загажен. Но, так как канализация-то одна. Вот заходишь в директорский сортир, а прямо из унитаза уже наружу льется фекальная вода. И туда уже просто не зайти. Все. Финиш. Ну, это естественная ситуация в войсковых казармах. Когда жопы... Ну, народу много. Рота сто человек. Если все пойдут посрать. И пользуются при этом газетами. Газеты ни фига не растворяются. Сбивают. Когда всего этого много. Оно сбивается в комья. Все. В фановой трубе. Затор. И, соответственно, если на третьем этаже срут. То на первом этаже бьет фонтаном. Просто из очка. Там железные тросы. Все в говне. Там у него ручка. Как кривой стартер. Запускай трос. Там дневальная смена. Всякая брезгливость у тебя исчезнет после первого же раза. Блин. До сих пор в глазах картина. Стоит несчастный боец из города. А над ним сержант с высшим образованием. У нас один сержант. Товарищ сержант. Чем мне это зачерпать? Руками. Потому, что нечем. Кроме рук. Выглядит прикольно. Вот это я понимаю устройство. Возглавил борьбу за живучесть. В отсеке. Так вот. Потом случилось у меня страшное во время военных действий. Как обычно. Только я направил на себя свои любимые железные доспехи. Только встал в строй с однополчанами. Вдруг я понимаю, что все пиздец. Ты почувствовал сильное влечение. Я почувствовал чудовищное давление. Накалоподрезное кольцо изнутри. Там какая-нибудь дверка секретная. На жопе откидывается. Чувствовал до 20 атмосфер. И продолжает увеличиваться. Я только сделал так. Отдал алебарду однополчанам. Пояс сабли отстегнул. Отдал однополчанам. Но доспехи снимать тоже некогда. Потому, что долго. И я, как раненый в жопу олень, не разбирая дороги, помчался к зеленым синим домикам. Которые не имеют канализации. Поэтому там теоретически можно посрать. Но я не учел того, что туда еще тысяча три зрителей пришло. И все сходили по разу в домики. Тоже засерики. А я бегу, смотрю. Их там... Человек восемь этих домиков. На всю эту адовую толпу. И каждому человек в ту очередь стоит. То есть, забудьте. Ну, я конечно... Я же тут при исполнении. Я только... Туда помчался. Так как я в доспехах. И в шлеме меня фиг обидишь. Сверкая блеском стали. Рванул. И вот я прорвался. И тут на плечник ложится нежная женская рука. Которая говорит мне эта рука. А вы знаете, молодой человек, что настоящие рыцари дам всегда пропускают вперед? Я так тормознул. Поворачиваюсь. Смотрю. Хм. Я ей говорю. Мерси. И открываю перед ней дверь. А там с потолка капает. Я про то, что снизу вообще молчу. Там посадочное очко из него. Вот такой сталагмит торчит наверное сантиметров 70. Как будто бомба с говном внутри рванула. Я говорю. Заходите. Она там какая-то... И текать. Ну, а говорили даму вперед. Эта херня какая-то. Ну, я лязгая Сталина зашел. Затворился. Ловко прицелился. Навалил кучу. Рядом. Рядом. Да. Вот так. Вот такие интересные подробности реконструкторского... Быта. Вы что того-то? В казарменных сортирах, которые расположены на улице, еще наступает зима. И там эти... Сталагмиты. Какого роста надо быть, чтобы туда насрать. Я вообще не представляю. Тогда на уборку туалетов лишний состав выходит с ломами. Рассекая ломами, в стороны летят куски замерзшего говна. Кристаллизованного. Вообще. Я чувствую все-таки хорошее кинога Матрон. Столько коннотаций с ним. Опять навеяло.